Здравствуйте! Всех зрителей БукТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». Ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленной корреспондентами нашего канала. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. В студии Ирина Кузьмич, как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Бресте дан старт недели венгерской культуры. В торжественных мероприятиях принял участие чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Беларуси Жол Чутора. Что отличает лицеистов XXI века от их предков? О чем они мечтают, во что верят и как при помощи талантливых наставников реализуют свои интеллектуальные и творческие амбиции? Брестскому лицею номер один имени Александра Сергеевича Пушкина 30 лет. Праздник, объединяющий настоящих профессионалов, людей, преданных своему делу и готовых служить развитию и совершенствованию транспортной сферы. В Беларуси чествуют автомобилистов и дорожников. От водяных и ветряных мельниц к современному автоматизированному производству. В стране отмечают День мельников-мукомолов. Компания «Бред-хлебопродукт» – яркий представитель старинной профессии. В эфире итоги недели. Мы начинаем. В Бресте дан старт недели венгерской культуры. В торжественных мероприятиях принял участие глава дипломатической миссии страны в Беларуси Жол Чутора. Знаменательно, что экспозиции, презентации и торжественный прием состоялись в областном центре в преддверии национального праздника Венгрии. Программу «Большого визита» в Белорусский Брест чрезвычайный полномочный посол Венгрии Жол Чутора начал с церемонии открытия лавоч в городском саду. Два арт-объекта от посольства и консульства стали отличным дополнением уютного сквера – центральной аллеи городского сада. Лавочки расположены друг напротив друга, однако в достаточной близости, словно символизируя дружеский диалог между нашими странами. В городе сложилось много интересных традиций – зажигать фонари на центральной улице, проводить выставки, ярмарки, фестивали, ну и, конечно же, проявлять гостеприимство. Ну а городской сад – это с недавних пор любимое место, где жители и гости нашего города отдыхают. Поэтому стала доброй традицией устанавливать здесь памятные скамейки. Мы открываем две таких скамейки. Эти скамейки подарены городу посольством Венгрии в Республике Беларусь и Генеральным почетным консульством в городе Бресте. Ну и пусть эти скамейки, как символ дружбы венгерского и белорусского народа, позволяют жителям и гостям нашего города комфортно отдыхать и набираться сил для новых достижений. Подарок Бресту дипломатическая миссия сделала в преддверии своего национального праздника – Дней Республики. Беларусь и Венгрия имеют много общего, и эти обстоятельства дают шанс взглянуть на структуру диалога между республиками в разных плоскостях. Направлений для взаимодействия достаточно. Экономика, спорт, насчет образования тоже есть возможность. Но это может быть, что между вузами реализируется сотрудничество через города по-братимски. В начале надо такой этап. Я так думаю, что есть о чем говорить, есть что работать. Продолжение мероприятий, приуроченных ко дню провозглашения Венгерской Республики, стало презентацией в отеле «Эрмитаж» предвижной выставки «Открой для себя Венгрию». В рамках экспозиции ее авторы смогли рассказать о своей стране намного больше, чем то, что обычно входит в туристический справочник. В рамках одного вернисажа им удалось собрать малоизвестные достопримечательности и самые яркие спортивные достижения. И это только часть того, что может быть интересно брещанам и белорусам в целом. Между Брестом и отдельными городами Венгрии уже существуют побратимские связи. Но и их можно расширять с учетом интересов бизнеса, экономики, культуры. То, что посольство Венгрии сегодня в Бресте реально проводит День Венгрии в разных форматах, это для нас очень даже комплиментарно. Эта выставка позволит нам еще больше узнать об этой интересной и недалекой от нас стране. И позволит выйти на нормальное укрепление туристических, экономических и прочих связей. А побратимские контакты у нас уже активно налаживаются. Понимаю, что несмотря на определенные эпидемиологические процессы, посольство Венгрии довольно активно популяризирует свою страну в нашем городе Бресте, понимая важность города Бреста для венгерско-белорусских отношений. Поэтому мы рады, мы приветствуем и готовы оказывать дальнейшим всяческое содействие. Кроме выставки в отеле «Эрмитаж», экспозиция открыта в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Она пробудет здесь неделю. Брестскому лицее номер один имени Александра Сергеевича Пушкина 30 лет. Этому событию на текущей неделе посвящено большое количество важных мероприятий. Праздничную плеяду открыла церемония передачи учреждению бюста Александра Пушкина, чье имя города вот уже много лет носит лицей. Участие в мероприятии приняли представители дипломатического корпуса, депутаты и, конечно же, большая семья педагогов и учащихся. Далее были тематические классные часы, выставки, презентации. Своеобразную черту большому празднованию подвел традиционный бал, который всегда становится творческой изюминкой. Согласитесь, нечасто сейчас можно увидеть юных изящных дам в роскошных бальных платьях и галантных кавалеров с тростью во фраках. Но это только внешняя оболочка. А что же отличает лицеистов 21 века от их предков? О чем они мечтают? Во что верят и как при помощи талантливых наставников реализуют свои творческие и интеллектуальные амбиции? Об этом и не только. Подробнее в нашем сюжете. Я стремилась попасть сюда. Уже два месяца я учусь в стенах этого здания. И мне здесь очень нравится. Здесь очень много различных активностей, где можно себя проявить, показать на все, на что ты способен. При том, что я выбрала физико-математический профиль для себя. Я активно принимаю участие в различных мероприятиях, читаю стихи и играю в клуб «Что, где, когда». Анастасия Зименкова статус лицеиста примерила на себе только в этом году. Для нее, как и для одноклассников, это был ответственный шаг – выбрать профиль и направление, в котором идти дальше. Путь лицеиста непростой, но очень интересный, уверены эти молодые люди. И это действительно так. Лицей номер один имени Александра Сергеевича Пушкина – это площадка для интеллектуального роста, где каждый, кто действительно хочет быть успешным, станет им. Сегодня лицеист имеет возможность не только получить качественные знания абсолютно по всем направлениям. Он готов поступать в любой вуз республики, либо любой другой страны, он имеет качественные знания. Ну а для того, чтобы развивать себя всесторонне, мы подключаем, конечно, свои традиции, свои центры, свою воспитательную работу, систему воспитательной работы. Наша пушкинская тема, она охватывает ребят с самого первого дня. Это уже своеобразная философия образовательного процесса. Мы с Пушкиным входим, мы с Пушкиным заканчиваем не только учебный день, но и учебный год. Мы отмечаем все даты, связанные с Александром Сергеевичем, и его рождение, и дату его памяти, его кончины. И день рождения лицеев, международный день, 19 октября. Поэтому, вы знаете, за счет своих традиций, сложившихся за 30 лет, удается ребят все-таки сформировать еще и в этом направлении, раскрывать их творческие способности. Физика и математика, химия и биология, иностранные языки, русская и белорусская словесность. Сегодня в лицее учатся более 300 юношей и девушек. Да, требования здесь высокие, но и результат того стоит. Среди лицеистов немало победителей районных, областных и республиканских олимпиад. Но самое главное, это то, что молодые люди не боятся трудностей. Они учатся, участвуют в различных конкурсах, викторийных фестивалях. Полученный опыт становится для них отличной возможностью для формирования разносторонней и гармоничной личности, что особенно важно в современном мире. Я поменял две школы для того, чтобы прийти в лице, и могу полностью сказать на 100%, что здесь абсолютно другой уровень. Здесь смотрят, какой у тебя результат, чего ты добиваешься, к чему стремишься. То есть абсолютно все учитывается, когда тебя здесь встречают. 30-летие лицея стало знаковым событием не только для самого учреждения, но и в целом для города. Поздравить талантливый педагогический коллектив и ребят приходили представители вертикали власти, друзья и партнеры. Причем, как положено на день рождения, с подарками. Так в фойе учреждения появился бюст Александра Сергеевича Пушкина. Подарок от дипломатической миссии Российской Федерации учреждению. Конечно, мы не могли не поздравить наших добрых друзей, преподавательский состав, учеников с этим большим юбилеем. И решили мы попробовать, и нас поддержало посольство Российской Федерации в лице чрезвычайного полномочного посла Дмитрия Федоровича Мезенцева, изготовить и передать в дар этому прекрасному образовательному учреждению бюст Александра Сергеевича. Нам очень большую помощь без Международного благотворительного фонда «Диалог культур». Мы бы не смогли этот проект реализовать. И хотелось бы отдельно поблагодарить руководителя Международного фонда, господина Байрамова, за этот прекрасный подарок. Знаменитая личность, безусловно, в истории, эпохальная личность. А для нас в истории города эпохой, эпохальным событием является создание, открытие лицея, которое произошло буквально 30 лет назад. Лицей за многие годы подтвердил свой статус учебного заведения, лучшего учебного заведения не только города и республики. И не зря, наверное, когда-то в 2004 году ему было присвоено имя великого поэта. Целую неделю в лицее проходили различные конкурсы, встречи, классные часы. Логическим продолжением большой череды мероприятий в честь юбилея стал традиционный для учреждения Пушкинский бал, который закружил в объятиях вальса изящные пары. Сколько шарма и изыска в таких встречах, сколько грации и артистизма. Да, традиции Брестскому и Пушкинскому лицею не занимать. Каждое мероприятие, каждая лекция или встреча буквально пропитаны возвышенностью, присущей золотой эпохе выдающегося классика русской литературы. Но время идет, многое меняется. Но так уж повелось, что первому лицею в городе дано право быть лидером, задавать темп работы. И это у коллектива и его замечательных детей получается. Очень хочется, чтобы лицей сохранял свои позиции. Я вижу его передовым, в том числе в плане информационных технологий, развитым учреждением, готовым реагировать на любые запросы общества, времени. Потому как коллектив на сегодняшний день это позволяет, материально-техническая база это позволяет. Поэтому я думаю, что мы будем развиваться в этом направлении, становиться современным, актуальным, как в принципе всегда. Такой маленький, но юбилей. А когда ты это детище сам строил от фундамента до крыши и создавал все то, что здесь есть, конечно, это очень дорого. Я спокойна за лицей. Я рада, что все то, что мы заложили, это все сохраняется. И гарантии этому, на мой взгляд, в первую очередь, это, конечно, высоко профессиональный, преданный нашему лицейскому делу педагогический коллектив. Это все проверенные люди, проверенные результатами своего труда. Это люди, которые любят профессию в себе, а не себя в профессии. Любят детей, которые бескорыстно готовы служить им для того, чтобы сбылись все их планы. Анастасия Ноздрин, Платницкая, Эдуард Букунович, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Последнее воскресенье октября в Беларуси отмечается День автомобилиста и дорожника. Это праздник водителей-профессионалов. И таких в городе над Бугом немало. Особое место в числе настоящих асов своего дела по праву принадлежит специалистам автобусного и троллейбусного парков. Ежедневно брещане и гости города пользуются услугами городского транспорта, чтобы в комфорте доехать с работы домой и наоборот, или чтобы за минимальное количество времени попасть на другой конец областного центра. С теми, кто проводит за рулем большую часть своей жизни, мы контактируем мало, только в случае покупки проездного билета. Наша съемочная группа в преддверии профессионального праздника решила исправить эту ситуацию и узнать подробнее о тех, кто обеспечивает горожанам безопасный путь из точки А в точку Б, а также заботиться о том, чтобы эта дорога была максимально комфортной и безопасной. Склонился над картой как полководец. Именно так можно описать Иван и нести рука в процессе его работы. В руках линейка и ручка, рядом расписание автобусов. Составлять и продумывать маршруты таким образом, чтобы дорога занимала меньше времени и при этом охватывала как можно больше точек – задача, которую решает Иван Иванович. В Брестском автобусном парке он трудится с сентября 1976 года, а это более 44 лет. Колоссальный опыт и любовь к своему делу помогают не терять интерес к профессии спустя столько лет. Сразу, когда я прибыл, мне в тех отдел направили, я там буквально несколько месяцев поработал по ознакомлению. А потом перешел, перевели меня в отдел перевозок. Отдел перевозок сначала простым инженерным, потом ведущий инженер. А потом зам начальника отдела перевозок и начальником отдела перевозок. Все это проплетело и быстро, и незаметно. Были предложения из других предприятий. Но мне казалось, что лучше нигде нету, интереснее нигде нету. Это все вот… Только, короче, убеждать себя не пришлось. Просто осталось работать и все. Также незаметно пролетело время и для ведущего экономиста организации Людмилы Данилевич. На благо автобусного парка она тоже трудится более 44 лет. Влюбиться в работу, которая связана с огромным количеством бумаг и математических расчетов, не каждому под силу. Выбор будущей профессии у Людмилы Ивановны был очевиден. Ее отец начинал здесь свою деятельность с механикой и дошел к директора Брестского автобусного парка. Правда, на этой должности проработал недолго. Был приведен в организацию Брестоблавтотранс. Я с детства приходила к папе на работу. Раньше парка размещался на МОПРО. Ну и приходила туда, и вот как-то эти автобусы как-то меня затягивали. Я видела, ну как папа, папину работу. Ну как-то вот решила тоже пойти там, ну может не решила, но как-то вот меня, как бы папа был у меня авторитет, как-то вот по его стопам пошла. Ну и вы знаете что, я не пожалела. Здесь меня встретили тоже такие опытные люди. Они как-то меня и окружили заботой, и учили, и наставляли. Вот, и вот я тут вот и осталась. Ну и вот сейчас вот уже отработала в парке на сегодня 44 года. 26 сентября 44 года. Работа в Брестском автобусном парке кипит. За 9 месяцев нынешнего года водители автобусов перевезли более 23 миллионов пассажиров. И несмотря на внушительную цифру, для парка это минимальный показатель. Помешала пандемия. Сейчас водители трудятся в новых реалиях, но это не мешает им получать удовольствие от своего дела. Валерий Романович – водитель, настоящий фанат Брестского автобусного парка. Горящие глаза и улыбка на лице выдают его пристрастие к работе. Он с особым трепетом относится к своему верному другу и помощнику автобусу. Ведь Львов к этому ведут транспорт, а у него появилось давно. Началось даже с того, что я просто первый раз, вот как пацаны любят кататься на чем-то. Первая машина у меня была – это автобус «Икарус» 255. Вот на нем я первый раз попробовал покататься. С первой попытки не получилось, но со второй все прошло удачно. Официально стал работать в 83-м году в 17 лет. Я пришел в автобусный парк. Вот в трудовой книжке есть запись. Учеником тогда меня взяли, учеником автослесаря. Хотя права до тот момент у меня уже были. И если бы было 18, можно было брать уже по второму разряду слесаря. Но чисто возраста не хватило. Троллейбусный парк областного центра тоже богат на специалистов своего дела. И хотя бы тут мнение, что водитель – это мужская работа, девушке тоже не прочь освоить эту профессию. В Брестском автобусном парке встретить женщину-водителя – большая редкость. В то время как в троллейбусном парке представительниц прекрасного пола насчитывается около 30%. Одна из тех, кто связал свою жизнь с этим общественным транспортом – Наталья Рощупкина. Уже 20 лет она безопасна и быстро доставляет людей из точки А в точку Б. И ей это занятие по душе. Несмотря на то, что профессия не из легких. Сложности, конечно, есть, но вот эта вот дорога, пробки – это всегда опаздывание в график. Но это все приходит, конечно, с опытом. Чем больше работаешь, тем больше набираешься опыта. И потихонечку начинаешь везде успевать, все получаться. Ну и надо просто с настроением приходить на работу, доброжелательно относиться к пассажирам. Я вообще очень люблю поспать, поэтому для меня в моей работе, конечно, ранние подъемы – это, наверное, самое тяжелое. Ну, как бы, любимая работа – куда деваться? Надо вставать и идти. Поэтому, да, ранние подъемы – это вот для меня самое тяжелое. Но зато, когда вечером ездишь, тоже как бы тяжело вечером. Ну, например, вечерний Брест, мне он очень нравится. Включается подсветка, фонари, молодые люди ходят, целуются, обнимаются. Поэтому, ну, мне нравится вообще больше вечером работать. Добросовестная и надежная работа специалистов автобусного и троллейбусного парка во многом определяет устойчивую жизнедеятельность города. Профессия автомобилиста и дорожника особая, с присущей ей романтикой, характером и традициями. Но прежде всего, это напряженный труд, требующий физической и эмоциональной самоотдачи. А потому водителям общественного транспорта стоит дарить искренние улыбки, ведь они, в свою очередь, дарят нам комфорт и безопасность. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, специально для программы «Итоги недели». И еще одной праздничной датой отмечено воскресенье. Именно в этот день в стране отмечается День мельников-мукомолов. С давних времен профессия-то ценилась, а людям, занимавшимся выпуском муки, всегда было уважение и поклон от сельчан. Но время идет, и сегодня профессия мельника-мукомола стала скорее чем-то промышленным. Свой продукт они выпускают в больших количествах, снабжая им не только людей, но и хлебокомбинаты и другие производства. Соотнося Брест и деятельность мельников-мукомолов, на ум всегда приходит компания «Брест Хлебопродукт», которая вот уже больше семи десятилетий является главным поставщиком муки на другие предприятия региона. Чем сегодня живут современные мельники-мукомолы, узнавала Анастасия Ноздрин-Платницкая. Брест Хлебопродукт многие знают в областном центре под символичной маркой «Прибужская Нива». Именно этот бренд сегодня обеспечивает около 50% всех субъектов области мукой. Производителей этого вида продукции в стране достаточно, поэтому существующая конкуренция становится мотивацией для постоянной модернизации. Сегодня часть работающих на предприятии станков – итальянская. За последние годы мы приобрели, смодернизировали все вальцевые станки итальянские, мы установили фирмы «Акрим» и продолжаем модернизацию. Модернизация – это процесс такой постоянный, нельзя стоять на одном месте, это неправильно, нужно идти всегда в ногу со временем, поэтому стараемся, работаем. Хорошая технологическая оснащенность не позволяет отходить от канонов производства качественной муки. Процесс время затратный, однако именно четкое следование всем инструкциям позволяет добиваться отличного результата. Это подтверждает то, что клиентами компании являются крупные хлебозаводы, сети питания из Украины, России, Беларуси и стран СНГ. Но что особенно интересно, для работы в таком комплексе не нужны огромные команды. В смену заступают 11 человек. Практически на всех этапах процесс роботизированный, однако это не исключает постоянного контроля. Наша мельница полностью автоматизирована. С мониторов мы наблюдаем за оборудованием. Мы можем включить, выключить автоматически все. Если в аварии остановится какая-либо единица оборудования, также нам приходит сигнал, и мы принимаем меры по устранению этой аварии. Конечно же, работники Брест хлебопродукта занимаются не только выпуском муки, хотя это приоритет. Ассортимент довольно широкий, включает в себя в том числе производство различных круп и хлопьев, не требующих варки. Во многом залог такого успеха – высокое качество сырья, получаемого предприятием от аграриев. Оно подлежит двум стадиям увлажнения, двум стадиям отволаживания. И только уже после восьмичасового отволаживания двух стадий зерно готово к помолу. Благодаря качественному зерну, низкий поклон нашим белорусским аграриям и правда очень качественный продукт, очень качественное зерно, с него получается качественная мука. С высоты птичьего полета открывается удивительный вид на комплекс Брест-хлебопродукт. За его внешней массивностью скрывается достаточно технологичное производство со своими традициями и качеством. Именно высокое качество выпускаемой продукции нередко становится основанием для заключения контрактов с другими предприятиями республики и зарубежья. Ценят продукты покупатели розничной сети. И это тот вариант, когда слоган «куплятие белорусское» работает на руку предприятию. Жизнь не стоит на месте, и бренд «Прибужская Нива» постоянно развивается, совершенствуя линейку выпускаемой продукции, среди которой особое место по-прежнему занимает мука. Основа каравая для большого семейного стола. Ведь хлеб, как говорили наши предки, всему голова. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном и важном. На текущей неделе в сети появились сообщения о том, что работы по продлению набережной продолжаются. И совсем скоро она завяжется с другими площадками, создав единый зеленый коридор. Позже эту информацию подтвердил у себя в телеграм-канале мэр города Александр Рогачук. Цитата. На завершающем этапе благоустройство и реконструкция набережной от улицы Ленина до границ речного порта. Выполнили работы по укреплению подпорной стенки из бетона со стороны воды, сделали пешеходную и велодорожки, проложили кабель под освещение. Конец цитаты. Это стало основанием для рассмотрения дальнейших вариантов развития набережной и ее связи с крепостью. Сейчас в центре внимания проектировщиков участок, где располагается ТЭЦ. Какие предложения поступают и почему этот участок сегодня архитекторы называют одним из самых интересных, об этом и не только прямо сейчас. В этом году запланировано запроектировать фрагмент до шлюзов и с выходом на Машерово к музею паровозов. И на следующий год запланирован этап соединить существующую набережную с тем фрагментом, который сегодня выходит от старой набережной в районе порохового погреба. Новая концепция, ну или не концепция, а видение набережной на том фрагменте, оно отличается от того, что было сделано вот здесь. Мы уходим от бетонной стенки и набережная будет иметь такой ландшафтный, естественный вид. Это будет естественный спуск к воде. Этот разговор с главным архитектором города мы решили провести прямо на объекте, где сегодня активно ведутся работы по благоустройству территории. Да, набережная областного центра не просто преобразилась, она стала местной достопримечательностью, особенно в теплое время года. Сегодня архитекторы пришли к тому, что классические подходы к оформлению территории постепенно отходят. Люди ждут творческих экспериментов, и это было учтено при проектировании. Тот фрагмент казался, что вот близость ТЭЦ, он будет самым таким сложным, может быть неинтересным, а получилось как раз наоборот. Тема лофта, тема промышленной архитектуры, тема бывшего речи порта, она в общем-то наоборот становится такой основной и доминирующей. И на фоне, например, ТЭЦ, на фоне этой промзоны, можно устраивать, например, креативные арт-пространства. Помимо этого добавляется, например, беговая дорожка. Планируется сделать беговую дорожку и завязать ее вокруг, значит, через территорию городского сада. Планируется пешеходный проход в двух уровнях. Один по верху можно будет пройти, прогуляться, велодорожка, беговая дорожка и по нижнему уровню, вдоль уреза воды, либо это будет деревянный настил, либо это будут понтоны. Сегодня каждый город мира, где в шаговой доступности есть река, старается использовать этот ресурс по максимуму. Рестораны на воде, кафе на баржах, квизы на старых судах становятся все более популярными. И брестские архитекторы уверены, что существующую зону можно также оформить креативно. Поэтому и рассматривают здесь выделение инвестиционных площадок для продвинутых, знающих свое дело бизнесменов. Кроме того, рассматриваются варианты размещения здесь площадок для прогулочных ягд и много другого интересного. Очень радует, что остались неравнодушные наши молодые архитекторы, брестские архитекторы. И они добавляют свои идеи, свой креатив и помогают дорпроекту в идейном осмыслении данного фрагмента набережной. Конечно, масса идей сделать здесь. И детские современные площадки, такие развивающие. И, возможно, появятся тоже и объекты инфраструктуры, в том числе туалет. Появятся, может быть, качели для взрослых. Я думаю, точно появятся. То есть мы максимально хотим насытить дальнейшую вот эту набережную. Ну и плюс вот эта тема промышленной архитектуры. Есть идея все-таки не убирать все вот эти краны, рельсовые, значит, там вот эти рельсовые пути, которые есть, а их интегрировать в существующее благоустройство. Каждый участок набережной будет отличаться чем-то своим и при этом удивительным образом дополнять сложившуюся архитектуру. Комплекс «Жемчужин» также в планах архитекторов и строителей. Согласно проекту, квартиры здесь будут действительно роскошными. Из окон откроется живописный вид на водную гладь. На цокольном этаже планируется встроенное помещение общественного назначения, кофейня и пункт проката спортинвентаря. Предусмотрен также подземный паркинг. То, что там есть сейчас, на самом деле совершенно не вписывается в ту набережную, которая должна быть. То есть это уголок, который еще такой неосвоенный, дикий. Я думаю, в ближайшее время мы приступим к строительству. Поэтому хотелось бы заверить жильцов, в ближайшие домов, что их покой мы никаким боком не нарушим. То есть там мы встречались в марте месяце с жильцами, рассказывали о том, что будет, как будет, потому что много было у людей вопросов, что будем работать обязательно громко ночами, будет забивка свай, пойдут трещины, дома попадают, будет ресторан, который будет мешать. Там будет только кафе, все будет тихо и красиво. Так со временем наш город получит гармоничную, полноценную зону отдыха, где занятие по интересам и настроению найдет себе и ребенок, и взрослый. Сегодня в городе Надбугом прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка этого сезона. Пять городских площадок собрали на своей территории продавцов с их широким ассортиментом плода овощной продукции и внушительное количество горожан. Брещане знают, что здесь вполне реально приобрести качественный продукт по демократичной цене. Каждую субботу, несмотря на капризы погоды, торговля на этих площадках идет активно. Приятная суматоха и изобилие продуктов царит на каждой осенней ярмарке. Откуда нам это известно, спросите вы. Все просто. Я тоже решила не терять времени даром и отправилась на сельскохозяйственную ярмарку, чтобы запастись свежими овощами и фруктами к зиме и на каждый день и узнала, что почем. Река из разноцветных зонтиков разлилась между торговыми рядами сельскохозяйственной ярмарки, которая расположена на территории торгово-развлекательного центра «Экватор». Дождь не испугал и не стал помехой для тех, кто решил запастить впрок овощами и фруктами. В числе таких энтузиастов оказались и мы, набрав почти полную корзину свежих продуктов. Купить овощи и фрукты на осенней ярмарке можно, ведь здесь ассортимент богатый. Скажите, а в чем виноград? Полная продуктовая корзина обойдется мне всего лишь в 15 рублей, а продуктового набора хватит на несколько дней. Точно так же, как и мы, люди интересовались у продавцов откуда товар и в какую цену, а также не упускали из виду его качественные характеристики. Очереди возле некоторых прилавков были всегда. В числе тех, у кого не было отбой от покупателей Людмила Ячук. Овощи и фрукты она привезла из деревни Зайдерть, Жабенковского района. На вопрос, в чем секрет такой популярности, отвечает с улыбкой. Если с людьми хорошо, то и люди к тебе потянутся. И чтобы больше продать, надо людям улыбаться, надо быть приветливым. Потому что они за счет людей мы живем, мы выживаем. Поэтому и им благодарны, и мы стараемся, и все хорошо. Нам очень нравится, спасибо, что такое сделали, такое для людей, да, очень благодарно и очень нравится. Площадки выездной торговли, несмотря на пасмурную погоду и дождик, полны как людьми, так и автомобилями. Брещане, как правило, запасы на зиму делают именно здесь. Своё предпочтение осенним ярмаркам они объясняют так. Потому что белорусская, во-первых, хочется своё натуральное, качественное. Осень же как-никак. Дарю природы. Как в детском садике работают. Что нам осень принесла, вот мы и выбираем. Потому что тут дешевле и продукция, и фермеры привозят, которые делают, я думаю, качественнее, меньше химии и каких-то там нитратов. По-моему, здесь больше выбор, и цены, по-моему, немножко ниже бывают. Вы что обычно покупаете, кроме там капусты, картошек? Ну, обычно только фрукты, овощи, больше ничего. А как качеством? Довольны ассортиментом? Качеством очень довольна, потому что много белорусской продукции, а я больше всего доверяю. Картошка, капуста, мед очередного сезона, саженцы плодовых деревьев и кустарников – это и многое другое можно найти в ассортименте у продавцов сельскохозяйственной ярмарки. Среди тех, кто привлек наше внимание, Александр Мушиц. На ярмарку он привез мед из Беловежской пуще. В ассортименте у Александра несколько видов лакомства – васильковый, кричишный и майский. От других видов сладкого янтаря этот пущанский мед серьезно отличается. И вот почему. Там полный комплекс трав, заливные луга, которые уже несколько лет никто не косит, потому что колхозы как бы туда уже не могут попасть. Техника, так что мед, конечно, отличается. А кочевые пасеки, помогаем колхозам, опылением, вывозим на гречишные поля, васильковые. Ярмарки в городе над Бугом подходят к завершению. Возможности для тех, кто еще по каким-то причинам не был на торговых площадках и не смог закупиться, осталось не так много. А потому серьезно подумать о запасах на зиму сейчас самое время. Ирина Кузьмич, Иторг Бакунович, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Это были «Итоги недели», у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Буг ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Далее о погоде. Партнер прогноза – растительный препарат при кашле из Германии Проспан для взрослых и детей с двух лет. Проспан оказывает отхаркивающее, бронхоспазмолитическое и противовоспалительное действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее выведению. Для удобства применения две формы препарата Проспан – капли и сироп. Не содержит красители и сахара. Проспан – сила природы против вашего кашля. Я, Ирина Кузьмич, желаю вам хорошего завершения дня вместе с каналом БукТВ. Добрых вам новостей в ваших домах и будьте здоровы! Препарат при кашле из Германии. Проспан – разжижает и выводит мокроту, облегчает дыхание, не содержит красителей и сахара. Для взрослых и детей с двух лет. Мама знает, папа знает. Проспан от кашля при простуде помогает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова